Пустые классы и коридоры без детского смеха. Сегодня во всех ульяновских школах тихо, но учебный процесс идет полным ходом. С 31 января по 7 февраля во всех средних образовательных учреждениях нашего региона организован дистанционный формат обучения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Подробности в нашем сюжете. Учителя признаются, что процесс дистанционного обучения для них вынужденная необходимость. Ничто не может заменить живого общения и контакта глаз с учениками. Но в условиях пандемии это единственный способ остановить цепочку заражений и продолжить осваивать учебную программу. Сложность то, что в основном, конечно, работает учитель. Спрашивать детей достаточно проблематично. На своем предмете я выкручиваюсь таким образом. Дети диктуют, я пишу. И дети, конечно, и руки поднимают, они стараются отвечать им. Ну, где-то малышам это, наверное, в виде игры кажется. А учителю, конечно, очень тяжело и подготовка занимает очень много сил. Технический процесс обучения организован с помощью Zoom. Облачные платформы для проведения удаленных вебинаров и видеоконференций. Школьники на онлайн-уроках выполняют самостоятельные и контрольные работы, получают оценки. При этом контроль знаний не вызывает у учителей никаких сложностей. В указанное время фото домашних заданий и тестовых работ ученики присылают учителю на электронную почту или в мессенджер. Стараемся, чтобы все дети участвовали, реагировали, отвечали. Используем презентации различные, ну и образовательные, другие какие-то платформы учи.ру, интересные задания. Ну, то есть дистанционно подключаем всех детей, чтобы они принимали активное участие в процессе образования, обучения, выполняли домашние задания. Учителя единогласны в том, что дистанционное обучение никак не влияет на процесс успеваемости. За два года, во время которых дистант вошел в учебный процесс, серьезных изменений в статистике успеваемости не произошло. Так же все происходит. Я бы не сказала, что улучшилось или ухудшилось. Кто как учился, так и продолжает учиться. Кто-то лучше, кто-то хуже, но все так же. Директор школы 76 позитивно относится к дистанционному обучению, так как оно позволит снизить число заболевших детей. Подготовка к дистанту была серьезной и качественной. Предварительно мы провели работу классного руководителя, побеседовали с каждым родителем, узнали, какая техника у детей дома есть. И, соответственно, уже определили форму работы. Во время дистанционного обучения во всех школах региона пройдет дополнительная дезинфекция и санитарная обработка. Решение о выходе школ на традиционный формат обучения будет принято в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.